Добрый вечер, уважаемые коллеги. Традиционно в понедельник вечером мы встречаемся с вами, чтобы узнать что-то новое в организации учебных занятий, обменяться мнением по увиденному фрагменту урока и решить для себя, что из этого может быть полезным для нас в практике преподавания предметов. Итак, сегодня я представляю учителя истории и общества знания школы номер 152 Лысенкова Екатерину Олеговну. Добрый вечер, Екатерина Олеговна. Екатерина Олеговна сегодня пришла к нам в студию вместе со своими учениками, учащимися 6 класса. И сегодня у нас урок по всеобщей истории для 6 класса, а точнее фрагмент урока, на котором, я надеюсь, мы сегодня увидим возможности, которые предоставляет нам цифровая среда. И Екатерина Олеговна очень активно использует на своих уроках различные технические средства и цифровые образовательные ресурсы. И сегодня, я надеюсь, для вас этот фрагмент урока будет тоже полезным, и вы сможете почерпнуть что-то новое. Итак, урок, фрагмент урока с использованием электронной формы учебника «Линии сферы», «История средней века 6 класс», авторов Ведюшкина Владимира Александровича и Уколовой Виктории Ивановны. Екатерина Олеговна, пожалуйста. Добрый вечер, ребята, еще раз. Итак, сегодня мы с вами проводим урок по истории средних веков. Но прежде чем мы обозначим тему, на которой мы будем сегодня говорить, я бы хотела предложить вам выполнить одно игровое задание, выполнив которое мы с вами именно сможем подойти к теме нашего урока. Итак, пожалуйста, возьмите в руки ваши планшеты. Сейчас вам необходимо открыть браузер Safari и найти там ссылку kahut.it. У всех открыто. Молодцы. Итак, я сейчас со своего планшета запускаю игру. Как только она подгрузится, ваша задача ввести номер PIN в соответствующее поле. Пожалуйста, вводим 186-693 и нажимаем присоединиться. Не забудьте ввести свое имя, когда вам это потребуется. Можно на латыни, можно по-русски, как вам удобнее. Кирилл присоединился. Федор, Лиза. Отлично. Карим, чуть ошибся буквы, это не страшно. Итак, у нас 7 участников. Кого-то не хватает. Артем? Есть. Замечательно. И теперь я нажимаю старт. Как только я нажму старт, на вашем экране вы увидите вопрос и 4 варианта ответа. Вашей задачей будет найти ответ, соответствующий правильному ответу. Сейчас вы посмотрите, о чем речь. Итак, вопрос следующий. В каком из этих зданий жил средневековый рыцарь? Пожалуйста, 4 варианта ответа. Городской дом, замок, деревенский дом и монастырь. Нажимаем. Я вижу, что все готовы. Итак, вы молодцы, вы отлично справились. Все ответили верно на этот вопрос. Вопрос был очень легкий. Наша задача сейчас была просто подойти к теме. Итак, ребят, как вы думаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить? О рыцарях. О рыцарях, Кирилл? Ну, о рыцарстве в средних веках. О рыцарстве. Совершенно правильно. Рыцарство в средних веках. Скажите, пожалуйста, мы с вами уже на уроках обсуждали эту тему? Да. Таким образом, какие могут быть сейчас задачи нашего урока, если урок этот, мы уже эту тему начинали разбирать? Повторение. Повторение, правильно. И? И изучение нового чего-то. Нет, изучение нового. Мы уже с вами начинали. Значит, мы сегодня повторяем. И что делаем? Закрепляем. Закрепляем. Совершенно правильно. Молодцы. Итак, пожалуйста, вернемся в меню ваших планшетов. Нажмите кнопку домой. Так. Открываем электронный учебник. Открываем электронный учебник. Нам с вами нужен учебник «История средних веков». Шестой класс. У вас учебников меньше, чем у меня. Вы сейчас быстро это найдете. И нас интересует параграф номер 12. Параграф номер 12. Рыцарство. В первую очередь нам с вами необходимо повторить определение. Для этого мы нажимаем стрелочку наверху. Посмотрите, пожалуйста. И выбираем опцию «Словарь». Ваша задача сейчас найти в словаре определение слова «рыцарство». Кто нашел? Или, пожалуйста, прочитай слух. «Рыцарство» – это привилегированное сословие конных воинов в Западной Европе. Замечательно. Привилегированное сословие конных воинов в Западной Европе. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете слово «сословие» для начала? Основа этого определения – это слово «сословие». Что такое «сословие»? Кирилл? «Сословие» – это большая группа людей, которые заняты одним делом и имеют одну цель. Одним делом заняты, имеют одну цель. Так, а еще как-то чуть-чуть поподробнее, Лиза, пожалуйста. Закрепленные права и обязанности. Верно. У них есть закрепленные права и обязанности, Эля. Которые передаются по наследству. Они передаются по наследству. Это очень важный момент. Они передаются по наследству. Замечательно. Так, что такое «сословие»? Мы определились. А что же такое слово «привилегированное»? Что оно обозначает? Привилегированное сословие. Что это такое, Лиза? Ну, «сословие» есть три сословия, и именно это сословие, оно как «рыцарство». Вот как вы понимаете слово «привилегированное»? Они имеют преимущество над другими слоями. Они имеют преимущество, то есть они в социальной лестнице где находятся? Выше. Выше? Чем выше. Выше остальные? Совершенно правильно. А есть ли кто-то, кто выше «рыцаря»? Да. Кто? Это бароны. Так. Герцкие. Они в одной категории находятся. И король. И король, естественно. А ниже кто находятся, чем рыцарь, вспоминаем? Эля? Оруженосцы. Оруженосцы. Крестьяне. Крестьяне, совершенно правильно. И еще одно сословие забыли. Молющиеся. Молющиеся. То есть это кто? Монахи. Монахи. Как мы это по-другому называем? Священники. Одним словом. Одним. Духовенство. Духовенство. Хорошо. Так, давайте с вами посмотрим поподробнее про рыцарей. Итак, вернемся в 12-й параграф. Пролистайте, пожалуйста, немножко вниз и найдите вкладочку «О рыцарях». Сейчас мы с вами прочитаем фрагмент исторического источника, чтобы подробнее познакомиться с этим понятием. Пожалуйста, Саша, начинай. Пункт 9. Столь высокие достоинства рыцарского ордена, что не только вступают в него наиблагороднейшие люди, обладающие наиблагороднейшими конями и наиблагороднейшими оружием, но стало само собой разумеющимся, что люди, принадлежащие к рыцарскому ордену, становятся сеньорами. Отлично, спасибо. Мы здесь остановимся. Как вы понимаете фразу «Люди, принадлежащие к рыцарскому ордену, само собой становятся сеньорами». Что значит «само собой»? Почему они само собой становятся сеньорами? Пожалуйста, Лиза. Уже когда они становятся рыцарями, они и так становятся на лестницу выше, чем простые горожане. Так, хорошо. А могут ли быть какие-то другие варианты, при которых рыцарь не станет сеньором? Возможно ли это? Нет. Почему? Потому что, когда он становится рыцарем, он уже достигает всех жизненных путей, которые позволяют ему быть сеньором. А какие у него должны быть качества? Какими он должен обладать, так сказать, достоинствами, чтобы считаться рыцарями? Давайте сначала вспомним, а потом проверим, правильно ли мы помним. Артем. Бескорыстность, естественно. Это для любого человека очень важно, Эля. Благородность, смелость. Благородство, смелость, еще карем. Честность. Честность. Каждый честный и благородный человек может стать рыцарем. Нет. А что нужно рыцарю еще? Конь, коня и медиа. Конь, обязательно. Обязательно. А каждый человек в Средневековье мог позволить себе коня? Нет. Диана, а как было? Для того, чтобы... Чаще всего рыцарями становились феодалы. Так. Когда мальчик достигал 7 лет, его отдавали знатному рыцарю, и юноша обучался до 21 года, и в 21 год он становился рыцарем. Да, совершенно правильно, совершенно правильно. Хорошо, давайте почитаем дальше. Пункт 10. Пожалуйста, Федя. Быть избранным, иметь коня и доспехи, и быть господином еще недостаточно для того, чтобы претендовать на высокую честь, принадлежность к рыцарству. Ибо рыцарь нуждается также вооруженностой и стремянным, которые заботились бы о нем и о его конях. Необходимо также, чтобы кто-то пахал, перекапывал землю и выкапывал сорняки, дабы давала она плоды, которыми питаются рыцарь и его кони. Следует ему также ездить верхом, вести жизнь сеньора и находить усладу в том, что приносит тяготы и заботы его подданным. Отлично. Хорошо. Прокомментируй, пожалуйста, о чем мы узнаем в этом фрагменте? Мы узнаем, что, чтобы быть рыцарем, недостаточно того, что нужно иметь коня и доспехи. И ему также необходимо было заботиться о своих прислужниках. То есть, давайте попробуем выделить ключевое. То есть рыцарю нужен кто? Роженочек. Помощники. Это мы все назовем одним общим словом. Рыцарю нужны обязательно помощники. Замечательно. Какие помощники, о каких помощниках мы сдаем здесь в этих фрагментах? Саша. Оруженосец. Оруженосец. И стременной. И стременной. Отлично. Замечательно. 12 пункт, пожалуйста, Диана. Наука и школа рыцарства предписывают рыцарю заботиться о том, чтобы сын его в юном возрасте был обучен в верховой езде, ибо не владея этим искусством юности, в старости он им уже не обладеет. Необходимость также, чтобы сын рыцаря, будучи оруженосцем, приучил ухаживать за конем. Желательно также, чтобы сын рыцаря, прежде чем стать господином, побывал в подчиненных и привык прислуживать господину, ибо как же иначе, став рыцарем, узнав бы он, в чем заключается достоинство сеньора. Поэтому следует рыцарю отдать своего сына в услужение другому рыцарю, дабы научился он прислуживать за столом и в походе, равно как приобрел иные рыцарские навыки. Замечательно. Пожалуйста, о чем здесь речь, Эля? О том, что даже сыновья рыцарей должны были обучаться не у своих родителей, а у других рыцарей, чтобы они прочувствовали всю жизнь и достоинство стать сеньором. Верно. Какими должны навыками обладать рыцарь? Он с детьми должен обладать умением езды на лошади. Также он должен был быть подчинением какого-то другого рыцаря, потому что он бы тогда не почувствовал, что значит быть сеньором. Совершенно правильно. То есть рыцарю обязательно необходимо иметь два важных опыта в жизни. Это опыт верховой езды и опыт, который он перенимет у другого рыцаря. Хорошо, замечательно. Теперь давайте посмотрим с точки зрения визуальной. Откройте, пожалуйста, нажмите, пожалуйста, на картинку рыцарства. Сейчас мы попали с вами в галерею, к параграфу. Давайте найдем с вами фото, точнее схему, где изображен рыцарь на белом фоне и подробно описываются его доспехи. Что мы видим здесь, друзья мои? Что бросается в глаза, Кирилл? То, что она очень тяжелая амуниция, и то, что она очень тяжелая, и в бою им будет нелегко уйти, если там... Огромный вес, это 100%. Так, еще что мы здесь видим? В глаза бросается то, что рыцарь будет полностью защищен в таких латах. Рыцарь будет полностью защищен. А давайте какой-то самый базовый вывод сделаем. Если у рыцаря есть доспехи, значит, он занимается чем? Воюет. Воюет. Крестьянин нужны доспехи в обычной жизни? А священнику нужны? Нет. Нет. Соответственно, такая форма одежды – это отличительная черта именно этого сословия. Молодец, очень хорошо. Хорошо. Итак, теперь, когда мы с вами обсудили основные элементы, связанные с рыцарством, давайте для начала попробуем устно сделать вывод. Итак, рыцарь – это кто? Воин. Воин. Чем он занимается? Воин. Он сражается. С кем? С врагами. С врагами. Какая его главная цель? Как вы думаете? Защитить. Что должен... Защитить что? Свой народ от населения. Защитить. Своё государство. Король должен свой народ защитать, а рыцарь должен, в первую очередь, защитать своё государство. Соответственно, раз ты говоришь, что рыцарь должен защитить своё государство, мы можем сделать вывод о том, что рыцарь кому-то служит. Кому? Барону. Барону и, соответственно... Герцогам, графам и королю. И королю, совершенно правильно. И королю. Итак, ещё раз повторим, какими качествами он должен обладать, Карим? Смелостью, храбростью, доблестью и честностью. И честностью. И какой опыт он должен иметь, Лиза? Какой опыт он должен иметь для того, чтобы стать рыцарем? У него должен быть большой опыт служения в какой-то другой семье рыцарей. И главное, какой навык? Это верховая езда. Замечательно. Теперь, пожалуйста, попробуем сделать следующее задание. Найдите, пожалуйста, на вашей приборной панели значок Poplit Light. В этой программе мы с вами попробуем сделать синквейн. Прежде чем мы начнем это делать, давайте вспомним, что такое синквейн, для чего мы это делаем и из каких частей он должен состоять. Пожалуйста, что такое синквейн, Диана? Синквейн – это данное слове, которое состоит из двух прилагательных, трех глаголов, предложения и слова, которые полностью характеризуют рыцаря. Полностью характеризуют предмета, которым мы говорим, или, соответственно, человека. Так, замечательно. Попробуем это сделать. Посмотрите, пожалуйста, что мы с вами делаем. Двойным нажатием, двойной тап, у нас выскакивает окошко. Это будет самая вершина нашей пирамиды. Здесь мы с вами вводим нужное для нас слово. Это слово? Рыцарь. Пожалуйста. Это наша база. Теперь нам необходимо сделать каким-то образом так, чтобы у нас появились две веточки вниз. Потому что далее нам нужно писать два прилагательных. Итак, я предлагаю вам сделать следующее. Сейчас с моей помощью мы создадим основу этого синквейна, и потом у вас будет некоторое время для того, чтобы его запомнить. Итак, найдите, пожалуйста, кружочек, который находится снизу от слова «рыцарь». Если вы нажмёте его, у вас появится ещё одно окошко, которое вы можете отвести влево или вправо. И от соответствующего окошка можете ещё раз сделать ответвление влево или вправо. Таким образом мы с вами строим необходимую для нас схему. Итак, ещё раз, пожалуйста. У нас должно быть два окошка, потом три, потом одно большое, потому что в нём будет что? Предложение. И финишное будет маленькое. Пожалуйста, пару минут для вас, чтобы заполнить этот синквейн. Только я вас очень прошу, в графе «глагол» мы с вами должны написать... То есть, например, вы берёте слово «рыцарь», да? Вы пишете не глагол в неопределённой форме, например, что? Сражаться. А что делает он? Он сражается. Да, пожалуйста. Должно быть три глагола. Так. Итак, есть ли те, кто уже готов или готовы? Хорошо, сейчас еще ждем пару минут остальных. Саша готов, молодец. Кирилл, отлично. Остальные нас догоняют. Итак, у вас сейчас оказалось заполнены имеющиеся строки. Я хочу вам предложить немножко модернизировать наш синквейн и добавить к нему еще одно окошко. Пожалуйста, сделайте еще одно окошко вниз. Для того, чтобы добавить визуального эффекта к нашему синквейну, я предлагаю вам вернуться в галерею изображений, в наш параграф. Выбрать картинку, которую вы считаете из имеющихся наиболее характерно подходит под слово «рыцарь», которая у вас будет ассоциироваться. Вы можете выбрать любую, какая вам понравится. Вот, допустим, вот это. Далее мы делаем с вами print screen. И возвращаемся в poplet. В самом нижнем окошке мы нажимаем значок «картинка». Открыть библиотеку. И находим нужную картинку. Добавляем. Таким образом, наш с вами синквейн дополнился еще и визуальным эффектом. А сейчас давайте проверим, что у вас получилось. Кирилл, давай я тебя попрошу вывести то, что у тебя получилось на экран. Пожалуйста, включи AirPlay на своем планшете. Отлично. Итак, посмотрим, что у нас имеется. Первое слово – это «рыцарь». Два прилагательных ты выбрал «храбрый» и «честный». Три глагола – «сражается», «защищает», «празднует». Отлично. Предложение «рыцарь пирует свою победу» и синоним слова «воин». Очень хорошо. Есть ли те, у кого по-другому? Точнее, конечно, есть, пожалуйста, ваши варианты. «Рыцарь» прилагательный, смелый, бескорыстный. Глаголы «ездит», «защищает», «помогает». Предложение «рыцарь всегда переходит на помощь». Синоним «воин» и картинка «где доспехи рыцаря». Отлично. Хорошо. Молодцы. Сложно это было задание или легкое? Скажите, пожалуйста, легко ли вам было работать в этой программе? Удобно ли оно? Очень. Хорошо, спасибо. Молодцы. Теперь мы продолжаем. Давайте с вами подумаем. Что о жизни рыцаря мы с вами не обсудили. Что мы обозначили в самом начале урока, но пока еще не затронули. Где он живет? Правильно. Где живет рыцарь? Где живет рыцарь? Теперь мы с вами опять идем в галерею изображений. И на этот раз нам необходимо будет пролистать чуть вперед. Здесь вы видите огромное количество картинок замков. Как мы с вами обозначили в самом начале, рыцарь живет в замке. Я сейчас предлагаю вам сделать следующее. Че удобнее вам будет начать с самого конца, с самой последней картинки. Пролистайте, пожалуйста, замки, которые здесь предложены. Посмотрите на них внимательно. И попробуйте сделать вывод. Что общего в этих зданиях? Что различного? И когда вы ответите на эти первые два вопроса, вы сможете сделать вывод, для чего строились замки. И почему они выглядят именно таким образом. Давайте две минутки посмотрим. Если вы уже готовы, пожалуйста, я с радостью послушаю прямо сейчас. Эля, пожалуйста. У всех замков есть крепостная стена, которая защищает замок. Верно. Крепостная стена есть у всех замков. Каждый замок различается по его культуре, структуре. То есть каждый замок. Один может быть с резными окнами, второй просто. Архитектурный стиль может отличаться. Хорошо. Еще, Артем, пожалуйста. У каждого из этих замков, кроме одного, маленькие окна. Маленькие окна. Замечательно. Для того, чтобы защитить. Верно. Молодец, Кирилл. Еще у всех замков, как обычно, есть башни. Башни в середине. Чтобы мы на сады, может, мог феодал защитить. Совершенно правильно. То есть все замки обязательно окружены крепостной стеной. Они по своему виду какие? Какое можно одно слово подобрать, синоним? Камень. Хорошо. Издалека похоже на огромный камень. Еще что? Мощный. Мощный. Отличное слово. Еще что-нибудь подберем? Огромный. Огромный. Отлично. Очень хорошо. Итак, давайте с вами подумаем, какие же функции имели замки? Почему они именно так выглядели, никак иначе? Артем. Потому что они имели функцию защиты от набегов врагов. От набегов врагов. Ты говорил про маленькие окна. Почему они там такие? Именно такие. Чтобы лучники не могли попасть в них. Им было сложнее. Правильно. То есть замок должен выдержать что? Нападение. Нападение. Как называется длительное нападение? Осада. Осада. Сколько максимально может длиться осада? Как вы себе это представляете? Месяц, два. Год? Очень долго. Очень долго. Месяц, два, три, полгода, год может длиться? Да. Может. Может ли какое-нибудь здание, которое не имеет крепостной стены, не имеет мощных стен и не имеет возможности, не имеет опции для тех, кто там укрылся, может ли выдержать осаду? Нет. Нет. Совершенно правильно. Не может. Очень хорошо. Итак, ребята, давайте с вами попробуем обобщить и сделать вывод. Рыцарь, рыцарство, замки. Попробуем все это связать воедино, сделать вывод. Для чего рыцарь жил в замке? Вот такой большой вопрос. Почему он не мог жить ни в каком другом доме из тех, что мы с вами посмотрели в самом начале? Диана, пожалуйста. Мне кажется, потому что замок очень удобно охранять, а для охраны, скорее всего, потому что многие, наверное, хотят осадить, создать осаду замка рыцаря, его жилища. Но что этот рыцарь мог сделать что-то плохое для другого человека. Но что он пытается защищить свою родину, а другой рыцарь пытается защищить свою родину. Да, ну здесь столкновение интересов, самое прямое. Хорошо, Саша. Также рыцарь не мог жить в каком-либо другом помещении, так как замок, он был создан исключительно для высшего сословия, то есть для того, чтобы подчеркнуть его какую-то определенную ступень в обществе. Отлично, отлично. То есть ты говоришь о том, что внешний вид замка тоже говорил о статусности некой. Совершенно верно. Хорошо. И теперь давайте с вами сделаем тестовое задание, чтобы посмотреть, что мы с вами усвоили. Все-таки удалось ли нам закрепить знания? Сейчас я открываю программу Plickers. Ваша задача будет сейчас заключаться в следующем. На экране возникнет вопрос. У которого есть у некоторых три варианта ответа, у некоторых четыре варианта ответа. У вас у всех есть QR-код. Вы уже с этим заданием знакомы, вы знаете, о чем речь. Каждая из сторон QR-кода промаркирована буквой А, Б, С или Д, которая обозначает один из вариантов ответа. Если вы видите вопрос, и, например, вы считаете, что верный ответ на этот вопрос – это А, вы поднимаете свой листочек QR-код с буквы А вверх. А я, в свою очередь, сканирую ваши работы. Итак, попробуем. Ваш первый вопрос. В период Средневековья феодальный замок окружали крепостными стенами, потому что это делало замок заметным издалека, это позволяло выдержать многомесячную осаду, это предписывалось указом короля, или это демонстрировало богатство хозяина. Пожалуйста, ваши ответы. Федя, пожалуйста, пальчик убери, немножко закрыл. Спасибо. И Артем. Замечательно. Есть. Посмотрим, как вы ответили. Все ответили верно. Умницы. Мы переходим к следующему вопросу. Каким правилам рыцарской чести должен был следовать феодал в эпоху Средневековья? Хранить верность сеньору, заниматься благотворительностью, совершенствовладеть игрой на музыкальных инструментах? Так, хорошо. Все ответили. И у нас есть одна ошибочка. Одна ошибочка. Артем, скажи, пожалуйста, ты именно с ответом запутался или немножко не разобрался, как работать с QR-кодом. Мог перепутать сторону. Да, в этом есть минус в этой программе. Здесь может ребенок запутаться. Так, и последний вопрос. Последний вопрос. Пожалуйста, не переживайте, все ответите неверно. Здесь ничего страшного в этом нет. Вставьте пропущенное слово. Чтобы заслужить уважение других феодалов, рыцарь должен был проявлять щедрость, смелость, смекалку или расчетливость. Подумайте минутку, прежде чем отвечать, для того, чтобы ответить верно. Так, пожалуйста. Артем. Не рубей. Отлично. Молодец. Итак, с этим заданием у нас немножко сложнее. У нас есть несколько ребят, которые выбрали ответ А, и один человек выбрал ответ Д. Давайте прокомментируем сложившуюся ситуацию. Вот, например, я вижу то, что Эля и Лиза ответили А. Скажите, пожалуйста, почему вы так решили? Почему щедрость вы считаете важнее, чем смелость в данной ситуации? Пожалуйста. Я считаю, что важнее в данной ситуации щедрость, потому что рыцарь также должен быть щедрым, чтобы делиться с, ну, допустим, с другим феодалом, когда у того сложный момент жизни. Хорошо. Я считаю, что смелость рыцарь должен проявлять на борьбе, на войне, а между друг другом они должны как-то делиться щедростью. Хорошо. Так, и Фёдор ответил расчётливость. Ну, я подумал, что рыцарь должен также быть расчётливым, чтобы он мог продумывать все свои действия. Ты имеешь в виду расчётливость как стратегия на войне? Не в плане денег. Я правильно тебя поняла? Да. Хорошо. Ребята, ну, конечно, здесь речь шла именно о смелости, потому что, как мы говорили с вами в самом начале, именно смелость является отличительной чертой рыцарского сословия. Крестьянин может быть смелым, конечно, без проблем. Священнослужитель может быть смелым, может. Но только рыцарь занимается всю свою жизнь чем? Защитой. Защитой, то есть он полжизни проводит где? На войне. На войне. Так что для него ключевое всё-таки это смелость. Итак, ребят, я считаю, что вы сегодня отлично поработали. Вы большие молодцы. Я вас благодарю за работу. И хотела бы получить ваш комментарий, как вам работать с электронным учебником. Кирилл, пожалуйста. Ну, мне очень понравилось, потому что это точительно облегчает наше задание. То есть, например, чтобы найти какие-то картинки, мы можем это сами делать. И электронная версия учебника гораздо удобнее, чем учебник, который мы держим в руках, то есть письменный учебник. Потому что там быстрее можем найти какие-то нужные нам информации. То есть, например, найти слово, которое нам нужно в словаре. Мне не понравилось, не понравилось Flickers. Потому что не очень удобно. То есть, иногда можно перепутать, хотя ты знаешь ответ. Надо быть очень внимательным, да? Хорошо, пожалуйста, кто ещё хочет мнение своё сказать? Лиза, пожалуйста. Я считаю, что электронный учебник — это более удобно, чем учебник на печатной основе. Ведь, во-первых, его проще взять в школу. И когда мы тащим этот большой портфель с многими учебниками, мы просто можем взять вот такой маленький планшет, на котором будут загружены все наши учебники. И я считаю, что это более удобно. Удобнее. Хорошо. Спасибо. Илья? Я считаю, что планшетом пользоваться удобнее, потому что он более мобильный, на нём проще найти нужную тебе информацию. Если на уроке возник вопрос, которого нет в обычном учебнике, можно это посмотреть в интернете. Конечно же, в школу это гораздо проще таскать, чем 4 килограмма портфель нести с собой. Проще взять один планшет. Это сразу гораздо комфортнее. Хорошо. Спасибо. Диана? Я считаю, что, конечно, с планшетом лучше, он удобнее. Вместо того, чтобы таскать гору учебников, можно принести один планшет. Но у планшета единственная проблема — то, что он может посадить зрение. Так, хорошо. Давайте поговорим подробнее о минусах. Вот вы как шестиклассники, да, естественно, мы с вами, вы уже называете с поколения гаджетов, да, вы это всё любите, вам это интересно, я вижу, что вы с большим удовольствием согласились прийти со мной на этот урок. И всё-таки мы уже с вами достаточно взрослые люди, давайте попробуем выделить какой-то минус. Вот лично для вас, как вы считаете, помимо зрения, да, и помимо очевидного? Саша, что бы ты ещё хотел сказать? Что тебе не понравилось? Ну, может сесть зарядка, и довольно-таки часто может какое-то приложение либо заглючить, либо просто не открыться в нужный момент. Да, совершенно правильно, может это зависеть. Могут быть технические сложности, зарядка, но это тут уже надо заранее, да, обзаботиться. Федя, а ты как думаешь? Не каждый может позволить себе его купить. Хорошо, а если представить себе то, что школа вам выдаёт планшеты? Кирилл. Ну, тогда мы перестанем уметь, ну вот, читать именно книжки, то есть как бы, когда при чтении книжек именно, которые у нас будут, ну, письменные, у нас возникнут сложности, так как мы будем всё время работать в планшетах, и у нас там будет совсем другой шериф, то есть как бы нам будет непривычно читать. Угу, верно, хорошо, Эля, пожалуйста. Если представить, что школа будет нам выдавать, ну, планшеты, то это довольно-таки тяжело будет по ним готовиться, потому что домой-то их нельзя будет взять. А, вот в этом смысле. Хорошо, хорошо. Лиза, давай тебя послушаем, сделаем вывод. Я считаю, что, ну, в таких электронных учебниках тоже есть свой минус, потому что я считаю, что, во-первых, можно себе подсоединить зрение, а, во-вторых, это, когда ребёнок ищет какую-то информацию в интернете, к примеру, на какой-нибудь важной работе, он может посмотреть это в интернете, переписать, и потом это никогда не запомнит. И когда его спросят про этот вопрос, он не вспомнит, потому что именно в этот момент он пользовался интернетом, он просто списал, как всё, под копирку, и это не запомнил. А когда мы готовимся по учебникам, то у нас сразу где-нибудь откладывается, что это значит. Хорошо, спасибо большое. Я ещё раз хочу сказать вам, что вы молодцы, я вас благодарю за урок. Большое спасибо вам, умнички. Спасибо огромное, Екатерина Олеговна. Я вот первое, что отметила, это такую большую активность ребят. Они такие. И ощущение, что действительно не вы пришли сегодня к нам в студию, а мы пришли к вам на урок. Спасибо. Настолько всё, настолько, ребят, вы здорово отвечали, и сейчас я услышала от вас такие взрослые ответы аналитические. Меня прям удивило, насколько вы подробно и с интересом относитесь к тому, что сегодня вы попробовали поработать с электронным учебником. Вот я хотела тоже со своей стороны вам задать вопрос. Я слышала комментарий по поводу того, что не очень удобно было вам с QR-кодами. Но вот вы на уроках, Екатерина Олеговна, часто вам устраивает такие проверочные работы? Или вы впервые сегодня работали? Первые. Они знакомы, да, но работали полноценно. То есть здесь, наверное, всё-таки дело привычки. И когда вы выполняете контрольные задания, то здесь тоже важна внимательность. Так же, как вы должны внимательно разместить листочек с правильным ответом, так же вы должны правильно вносить ответы, например, в бланки заданий. Поэтому здесь на самом деле момент очень важный, который вас тренирует для того, чтобы внимательно выполнять те задания, которые дают вам для контроля знаний. Ребят, а вот ещё такой вопрос. Пользуетесь ли вы на уроках телефонами? Разрешают вам пользоваться? Нет. Нет? Нет. Так, понятно, Екатерина Олеговна. А вот тогда к вам вопрос. Я знаю, что вы в старших классах применяете ещё различные, тоже используете приложения, которые уже невозможны без устройств. Вот как мы сегодня видели, в начале урока, в начале фрагмента урока, было продемонстрировано приложение, где необходимо было подключение к сети Wi-Fi. Используете в старших классах? Да, совершенно верно. Дело в том, что в старших классах это немного проще, потому что, например, я работаю в 11 классе, у 80% ребят с собой телефон, в котором есть интернет. И даже если это не 80%, а половина класса, они могут быть разъединены на группы. И так или иначе, один работающий с интернетом телефон на 5 человек у нас есть. В более младших классах это сделать, наверное, некорректно и невозможно, потому что детки всё-таки находятся под опекой родителей. Во-первых, не каждому ребёнку в принципе разрешают телефон носить в школу. И я думаю, что, наверное, здесь у меня нет какого-то права использовать массово это в средней младшей школе, потому что как на это отреагируют родители. Всё-таки старшая школа – это другое. Они уже самостоятельные, они уже сами за себя отвечают. Поэтому вот так. Хотела ещё у ребят спросить. Сейчас пока работали, не устали? Какие у вас ощущения? Ощущения, что только пришли на урок. Только пришли на урок. Ну, очень динамично всё было. У вас получилось очень много заданий. Ну, конечно, наверное, здесь нам нужно, Екатерина Веговна, для наших зрителей прокомментировать, что сегодня такой он фрагмент урока необычный. В обычных условиях в классе, конечно же, я думаю, что меньшее количество приложений на уроке используется одномоментно. Просто сегодня мы хотели продемонстрировать возможности, чтобы учителя тоже уже могли использовать свои практики, если это действительно им покажется удобным и эффективным. А так, на обычном уроке, я думаю, что, как правило, это не каждый урок и не в таком количестве используется образовательное приложение. Екатерина Веговна, хотела ещё попросить вас прокомментировать. У нас были вопросы в чате по поводу количества часов уроков истории, потому что возник вопрос, если это урок обобщения по теме рыцарства, сколько же часов тогда у нас идёт история в неделю. Но здесь, наверное, нам важно прокомментировать. Да, я сейчас поясню этот момент. Действительно, на тему рыцарства и средневековый замок даётся либо один час, либо два, в зависимости от учебника. Чаще всего это один час. Но сегодня я выбрала именно этот урок, именно такую форму, именно для того, чтобы показать нашим гостям, каким образом можно достаточно простой, любимой детьми теме использовать достаточно большое количество приложений. Это просто, грубо говоря, мастер-класс. То есть обычно рыцарство – это один час. Но бывает, да, есть учебники, в которых это два часа разделена тема. Рыцарь отдельно, отдельно тема замки. И здесь мы просто, поскольку уже эта тема была пройдена, сейчас мы с вами находимся во втором полугодии, но нам хотелось бы продемонстрировать именно на примере урока по всеобщей истории, поэтому взяли тему рыцарства, поскольку уже ребята изучали её, то здесь урок об общении у нас получился. Да. Екатерина Олеговна, а мы можем для наших зрителей ещё раз продемонстрировать, какие сегодня на фрагменте урока мы использовали приложения. У нас с вами были материалы электронного учебника. Давайте ещё раз тоже. Да, давайте пройдёмся. Итак, материалы электронного учебника в первую очередь. Мы можем только подключиться с вами, потому что мы перейдем клашет. Ага, итак, мои учебники. Итак, это изначально у нас учебник... Сейчас, секундочку. Да, Екатерина Олеговна, в начале фрагмента урока тоже нашим зрителям давайте продемонстрируем, если у нас такое большое количество учебников на планшете загружено, то мы с вами можем воспользоваться ещё поиском. Да, воспользуемся поиском, чтобы быстро найти нужную нам историю средних веков. Даже, если мы просто историю с вами укажем... Так, и он не видит такую. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Может быть, попробуем нажать серо. Так, просто лишний пробел указали. А, всё понятно, да, он уже есть что-то другое. Итак, электронный учебник. Какие у нас опции есть, нам даже взять, например, к нашему параграфу. Значит, в первую очередь это базовое, это словарь, да, то, что мы использовали вот в этой вкладке. Далее, убегает. Что мы можем здесь делать? Здесь есть вкладка «Итоговые вопросы» именно к печатному учебнику. Здесь есть вариант... Сейчас, одну секунду. Мы обращались ещё к историческому источнику. Да, к историческому источнику. Работали сегодня. Вот они внизу. Здесь мы сегодня ещё не брали момент посвящения в рыцаре, но это здесь идёт больше как заметка, это не исторический источник. Также здесь есть рыцарский кодекс, но это опять-таки заметка. Это именно часть учебника, это не исторический источник. Также что мы можем здесь делать? А вот иллюстрацию мы сегодня добавляли. Иллюстрацию. Синквень. Откуда? Из галереи. Это галерея. Здесь достаточно большое количество изображений подгружено. Основное, всё, что нужно по теме, здесь есть. И очень хорошо то, что у ребят есть возможность именно с этим работать, как-то копировать, составлять, если они какие-то делают задания. Я ничего не забыла, я надеюсь. Но сегодня из-за используемых материалов основные. Сегодня, да, здесь основные. Здесь основные. Так, что касается приложений. А какие приложения использовали? Что могло быть в помощи учителю? Просто хотелось ещё раз вашим учителям продемонстрировать, чтобы было понятно. Я, наверное, начну с программы Plickers, потому что я её очень полюбила, работаю с ней уже некоторое время. Её главный плюс заключается в том, что детям не нужны ни гаджеты, ни интернет. Всё, что нужно, это стационарный компьютер, ну или планшет, подключённый к электронной доске у учителя, и ещё одно устройство, которое будет сканировать эти QR-коды. Это делать следующим образом. Сначала вы регистрируетесь на самом сайте Plickers.com. К сожалению, здесь есть такой момент, он полностью на английском языке. Но, к счастью, здесь есть всего 4 вкладки, и запутаться достаточно сложно. Это библиотека, отчёт, классы и режим реального времени. Что мы делаем? Для начала мы создаём класс. Вот у меня здесь уже подгружены мои классы 10-й, B, 11-й, A, A, V. Это сегодняшние ребята. Можно добавить новый класс. Мы вводим имя, например, V, год обучения, например, 9-й, и предмет. Вот я выбираю история и социальные науки. Сохраняем. Вот у нас добавляется новый класс. Что мы делаем здесь далее? Мы вводим имя студента, например, Маша, Иван, Елена. Я прошу прощения, не всё с большой буквы. Сейчас здесь самое главное, наверное, не это. Таким образом у вас, допустим, 30 человек в классе, и у каждого ученика появляется свой индивидуальный номер. После чего вы делаете следующее. Вы нажимаете вкладку «Карточки» и распечатываете просто через обычный принтер для ребёнка индивидуальный QR-код. Вот у нас сегодня 8 учащихся. Я распечатала для них 8 карточек. У каждой карточки свой индивидуальный номер. Например, в моём классе номер 1 – это Саша. Я выдаю Саше карточку обязательно с номером 1, так чтобы потом её программа могла считать, что это именно она и никто другой. Что касается самих вопросов. Мы заходим в библиотеку. Выбираем, например, «Добавить новый вопрос». Вбиваем вопрос. Какой у нас может быть вопрос? Допустим. Здесь, Екатерина Олеговна, я вижу, что вопрос на выбор одного или нескольких правильных ответов. Да. То есть если мы смотрим по типологии… Например, отметка крепостного права. Варианты ответов. Напишем так, так и ещё какой-нибудь. Вот так, например. Можно сделать два ответа. Я могу один убрать. Можно три, можно четыре. Соответственно, не забудем выбрать верный. Сохранить и продолжить. Так у вас появился ещё один вопрос, который у меня куда-то убежал, к сожалению. Я покажу на имеющихся. Я покажу на имеющихся, вам будет так проще. Главный принцип понятен? Уже созданные вопросы. Уже созданные вопросы. Я нажимаю календарик. Здесь высвечивается опция «Добавить в очередь». В очередь, соответственно, выбираем класс. Это будет вопрос для 6-го А и В. Он добавился сюда. На этом в интернете, в браузере работа заканчивается. Дальше вы скачиваете приложение. Прикерс. У меня здесь, к сожалению, не выполнен вход. Я, наверное, устно объясню, что здесь. Да, нам самое главное здесь понять. Да, самое главное, смысл в следующем. Приложение, когда вы открываете, вы выбираете номер, точнее, букву класса. Я выбираю А, В. Нажимаю «Старт». И у меня появляется здесь, я могу так просто издалека, наверное, показать. Появляется возможность. Ребят. Сканировать. То есть это выглядит так, как будто я их фотографирую. Но когда они поднимают QR-коды, у меня нажимается плюс, минус, плюс, минус. Верно ответил и неверно ответил. То, что сегодня мы как раз проделывали. И плюс этой программы, с моей точки зрения, заключается в том, что, во-первых, это возможность провести тестовую работу очень быстро. И, во-вторых, у ребят совершенно нет никакой возможности списать. Потому что у них очень ограниченное количество времени на то, чтобы выбрать правильный ответ. Вот в этом, я считаю, плюс. И очень важно, не нужно нести с собой домой никакие тетради, ничего проверять. Потому что на вашем Акуанте, в этой программе, которую вы открываете в браузере, сохраняется полностью статистика ответов. Вы приходите домой, смотрите, ага, Иванов из четырех вопросов ответил верно на один. Ставите соответствующую оценку. В течение двух-трех недель сохраняются все работы этого класса, и вы можете смотреть динамику по классу, он строит автоматический график. Так что это достаточно удобно, с моей точки зрения. Спасибо. Я всем пользуюсь с удовольствием. Спасибо. А я так понимаю, что то, что вы проделываете, регистрируясь на сайте, да, это, как правило, на стационарном компьютере? Да, да. В классе? Да. То есть просто мой компьютер, он подключен к электронной доске или проектор, там абсолютно не имеет значения. Главное мне нажать кнопочку «Режим реального времени» и сканировать. Все. Это очень просто. Это проще сделать, чем объяснить. Так что я советую попробовать. Спасибо. Спасибо, Екатерина Олеговна. А я вот хотела обратиться к нашим экспертам, которые сегодня находятся на зрительном зале. Это Олег Олегович Закиров. Олег Олегович. Здравствуйте. Добрый вечер. Доцент кафедры методики преподавания истории, общества знаний и права Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. И Олег Олегович сегодня приехал вместе со своими студентами. Да, студентами и коллегами. Да, мне вот очень хотелось бы услышать ваше мнение об увиденном фрагменте урока. Кто готов поделиться? Спасибо большое, что пригласили нас поучаствовать в этом открытом уроке. Он был очень интересен. И я хочу сказать, что вот ребята назвали много действительно плюсов и минусов уроков с электронными учебниками. Действительно можно согласиться с высказанными ими позициями. Я хотел бы отметить, что со стороны профессионального сообщества, со стороны педагогов, существует, например, два таких распространенных предубеждения по отношению к электронным учебникам. Во-первых, что работа с электронным учебником плохо влияет на речь учеников. И также распространенное представление, что электронные учебники – это бездушная машина. И, соответственно, о каком-то воспитании, эмоциональном контакте на уроке быть не может речь, если основное средство обучения – это электронный учебник. Мне кажется, что вот сегодняшний фрагмент урока, он обе эти позиции, оба этих предубеждения очевидно разоблачил, потому что, во-первых, мы увидели, что очень хорошо была поставлена работа над исторической лексикой, над понятийным аппаратом при помощи учебника. И здесь, конечно, главное не с каким средством обучения ты работаешь, а как ты ведешь эту работу, насколько действительно активный педагог общается с классом. Ученики в классе ведут диалог друг с другом. А что касается проблем, которые тоже считают невозможными для электронных средств обучения, вообще для такой мультимедийной среды, это воспитательные вопросы. Здесь тоже мне очень понравилось, что вроде бы мы постоянно говорим действительно о знаниях, повторяем или узнаем что-то новое о рыцарстве, где живут рыцари, как называются. Это сословия, сюзерены, феодалы и так далее. Но при этом, допустим, Сингвейн, он очевидно показал, что аудитория в первую очередь говорит о эмоциональных качествах, о личностных характеристиках, которые стоят за понятием рыцарства, которое актуально. Сегодня мы называем рыцарем не того, кто живет в замке или ездит на коне, если у него есть конь, а человека, который действительно великодушен, смел, щедр и так далее. И вот на эти моменты действительно важные и актуальные тоже удалось вам сегодня выйти, это было очень интересно. Ну, касательно использования конкретных приложений, конкретных программ, тут, конечно, во-первых, очень широк их выбор, большая конкуренция. Ну, вот не знаю, например, по системам электронного тестирования, может быть, кто-то, наверное, из коллег предпочтет и другие программы. Ну, вы действительно показали, вот нам очень интересно, как пользоваться конкретной названной программой, конкретным названным приложением. И в нем тоже есть какой-то свой такой интересный для школьников эффект. Вот эти вот коды, которые они должны демонстрировать, это тоже может быть каким-то таким элементом вовлечения учеников в тестирование. Хотя, опять же, по сравнению с другими системами автоматизированного тестирования, здесь, может быть, в чем-то действительно это получается дольше. Или есть, вот как отметил тоже один из учеников, беда в том, что ты ошибся не потому, что не знаешь, а потому что с трудом разобраться, как этот код нужно продемонстрировать, передать. Вот это вот некоторая проблема, мне кажется, тоже существует объективно, но, опять же, очень был интересный анализ конкретной программы. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Да, я хотела еще раз обратить внимание, что действительно сегодня поддемонстрировали один из примеров использования возможностей цифровой среды, поскольку сейчас действительно расширяются возможности за счет появления новых средств и за счет цифровых технологий. И здесь мы можем уже с вами выбирать то, что нам наиболее удобно и то, что наиболее эффективно, на наш взгляд. И такую возможность мы сегодня продемонстрировали. Я вот еще хотела обратиться к нашему приглашенному эксперту Нине Александровне Коростелевой, руководителю методического объединения, учителю истории и общества знания школы гимназии, простите, 491 Марина. Нина Александровна, вы уже с большим опытом преподавания, да, работы в школе. Вот интересно, ваше мнение будет услышать об фрагменте урока. Во-первых, я хочу поблагодарить коллегу Екатерину Олеговну за такой замечательный фрагмент урока, за мастер-класс. Это действительно мастер-класс. И я вот по ходу урока делала заметочки, поэтому я, извините, буду подглядывать туда, чтобы последовательность не потерять. Итак, ну, во-первых, я убедилась, человек консервативных взглядов, но убедилась, сложно было переходить, извините, что так, может быть, сбивчиво отвечаю. Так, мне было сложно перейти к использованию электронной доски, электронной доски, и поэтому, интерактивной, извините, доски. И вот я электронный учебник воспринимала как, ну, нечто автономное средство обучения. Теперь увидела, что это вообще-то мощный инструмент в руках учителя. И в данный момент учитель, ну, может быть, я ошибаюсь, но это вот мое субъективное мнение, он сопровождал, был сопровождающим в процессе обучения. Ну, во-первых, это не говорящая голова была, да, это человек, который направлял, корректировал, стимулировал и когнитивную, и вообще-то креативную деятельность учащихся. Это на самом деле так, это было заметно со стороны. Дальше. Преимущества электронного учебника, в чем, вот я заметила, да, как консерватор, которому сложно оторваться от печатного варианта. Ну, во-первых, короткое время доступа к любой информации, короткое время. Дальше. Возможность использования игровых моментов, что было в самом начале урока, да, вот минута-две, но этого вот достаточно было, чтобы ввести и детей направить в нужное русло. Дальше. Отметила систему самоорганизации детей, ну, и учителя, и детей. Положительного много, но у меня в связи с этим возник вопрос. Скажите, пожалуйста, Екатерина Олеговна, как долго происходил процесс введения или сопровождения шестиклассников вот в умение пользоваться электронным учебником? Мы увидели сейчас навыками, дети владеют. А как долго происходил этот процесс? Они этот учебник увидели сегодня, в 5 часов вечера, первый раз в своей жизни. Да? Да. Это правда. Они работали буквально незадолго до этого урока, они работали с программой Поплит, мы учились делать синквейны. Это заняло у нас сколько, ребят? На минут 15? 5. 10? Вот. А электронный учебник они увидели сегодня впервые. Ну, наверное, пользование электронным учебником, наверное, более страшит преподавателей в возрасте. Но все равно все по силам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое, Нина Александровна, за такие подробные комментарии. Действительно, вот хотела обратить внимание, что уроки у нас проходят в еженедельном формате, поэтому у нас время на подготовку неделя, а, как правило, загруженности учителей большая, поэтому получается, что мы готовимся буквально за несколько дней. И возможности прорепетировать урок у нас такой возможности нет. Поэтому все, кто сегодня к нам в студию пришел и все, кто приходит к нам, как правило, впервые сталкиваются с электронной формой учебника, потому что пока еще такого массового внедрения в школу мы не наблюдаем. Мы только сейчас знакомимся с использованием электронного учебника и, в частности, на нашей программе изучаем возможности электронной формы учебника. Но ребята очень быстро действительно освоили, единственный момент, который Екатерина Олеговна прокомментировала, это была новая для них программа «Поплет», с которой они достаточно быстро разобрались. То есть здесь мы, конечно, понимаем, что для детей это более знакомое средство для работы, для общения, поэтому остается только нам тянуться за ними. Спасибо. Екатерина Олеговна, еще много вопросов нам в чате пишут. Постараемся хотя бы на несколько ответить. Я думаю, что на один из вопросов мы уже ответили. Скажите, объем материала на уроке не сокращается? Просто мне кажется, что много времени уходит на поиск нужной вкладки и рассматривание материала в планшете. Дети не пытаются вспомнить, что они знают. Они только читают и комментируют информацию учебника. Репродуктивные деятельности, все. Но этот вопрос и комментарий был в начале урока. Мне кажется, что уже с самим фрагментом урока мы ответили на данный вопрос. Да, поскольку достаточно быстро дети сориентировались, и сегодня без специальной подготовки мы такой урок провели. Если это урок повторений, то получается на эту тему отводится 2 часа. Но вы тоже уже ответили на этот вопрос, поскольку мы сейчас уже с вами во втором полугодии. Для того, чтобы научить детей работать с этими планшетами, с этой программой, проводятся дополнительные занятия? Нет. У нас была перемена. Минут 10, как Эля заметила. Я показала одну из программ. Все. Они схватывают на лету уже. Комментарии из чата. Очень нравится урок. То, как ведет его учитель. Как работают дети. Молодцы. Есть одна особенность работы с планшетами. Несколько уроков уходит на то, чтобы дети разобрались с ними. Потом наигрались, и только в последнюю очередь начинают работать. С этим столкнулась. В целом ребятам эта работа интересна. А вот насчет знаний, к сожалению, пока радости от такой деятельности маловато. Ну вот как здесь Екатерина, наверное, прокомментируется. Вы знаете, мы пришли сюда за некоторое время до начала эфира. Ребята посмотрели в планшеты. Сколько вам времени понадобилось, чтобы наиграться? Минуты две. Ну то есть, понимаете, для современного ребенка это не новинка, это не что-то сверхъестественное. Ну планшет, ну замечательный. Будем работать на уроке с планшетом. Вау, здорово. Обрадовались и приготовились к уроку. В общем-то и все. Я не заметила, что кто-то из вас играл в серии. Если бы мы были в менее строгой обстановке, в классе, я думаю, что эффект был бы ровно тот же самый. Загружена только программа для обучения, интернет, допустим, отключен. Во что играть-то? Калькулятор? Спасибо. Екатерина Олеговна вам пишет. У вас замечательные дети. Даже если это лучшие в классе, вам есть на кого надеяться и кому обращаться в сложных ситуациях. Успехов вам в работе и такой же доброты и понимания в отношениях с ребятами. Спасибо большое. Это правда. У меня замечательные дети. Уважаемые коллеги, я еще хотела обратиться к нашим будущим учителям, к студентам, которые сегодня здесь тоже в студии присутствуют. Есть ли у вас какие-то комментарии, что-то вы для себя новое узнали? Может быть, что-то будете потом на практике применять? Кто готов прокомментировать? Нас все устраивает. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я студент МГПУ. Ну вот такой вопрос. Вот, может быть, вы планируете, может быть, участвовать в разработке каких-то подобных программ для планшета? Или что-то такое? Может быть, у вас какие-то идеи уже есть, свои наработки? Вы знаете, с разработкой есть небольшие сложности, потому что как учитель социально-гуманитарных дисциплин, я не очень, наверное, компетентна в том, чтобы что-то разрабатывать техническое. Если какие-то появятся идеи, я очень надеюсь, то, что у меня останутся каналы связи, где я могла бы это предложить, а так на данный момент все, что есть. Нет, конечно, есть еще, но у нас всего 25 минут урока, поэтому так. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот очень, правда, понравилось. Первый раз наблюдали подобные виды работы именно с планшетом. До этого как-то хотелось посмотреть на это. Очень слышали много про это, поэтому спасибо вам за такую возможность. Спасибо. Екатерина Олеговна, вы упомянули, что гуманитарные науки, а так активно используете образовательные приложения. Почему? Какая потребность была? Почему решили обращаться? Я использую любые способы для того, чтобы заинтересовать детей. Я вижу, что им это нравится. Почему нет? То есть все-таки основа – это мотивация? Да. Для меня – да. Спасибо. Еще несколько комментариев из чата. У нас, к сожалению, к завершению подходит наша программа. Спасибо учителю. Она грамотно провела беседу о плюсах и минусах электронных учебников. И ребята показали свое понимание работы с электронными пособиями. Спасибо за урок. Увидела много примеров работы с электронной формой учебника. Буду использовать на своих уроках. И большое спасибо Екатерине Олеговне и детям. Прекрасная подготовка учителя и взаимопонимание учителя и учеников. Я думаю, что это, наверное, самое важное для учителя – взаимопонимание на уроке и не только на уроке. И здесь неважно, какие средства мы используем. Главное, чтобы действительно вот этот контакт учителя с учениками был. Сегодня мы это увидели на фрагменте урока. Спасибо огромное, Екатерина Олеговна. Ребята, спасибо вам. Вы очень стойко выдержали всю нашу программу. Я понимаю, что вам тяжело. И после уроков сегодня приехали. И отдельная благодарность вашим родителям, что они поддержали вас в этом. И хотела бы пригласить наших зрителей на следующую программу, которая состоится ровно через неделю, в понедельник. Это будет урок по русскому языку. И в качестве такого анонса я хотела представить учителя, который будет проводить этот урок. Это Лидия Евгеньевна Малыгина, кандидата филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Она является ведущей программой «Ликвидация безграмотности. Говорим правильно» на радиостанции «Маяк» и программы «Беседы о русском языке» на радио Москвы. Так что я думаю, что будет очень интересно. Ждем вас через неделю. Спасибо.